Утро доброго! Я нахожусь в северо-западной части Эстонии и собираюсь посетить хижину Ибма. С этой стороны идет грунтовая дорога. Съезд с асфальтированной дороги и указателя сюда совершенно никакого нету, поэтому нужно заранее забить точку. Приезжаем сюда, попадаем на небольшую парковочку, не оборудованную. Никаких стендов, ничего здесь нету. Кроме, кроме только вот такого указателя, где даже нет названия, ничего. Попробуем пройти пешком и посмотреть, что там за хижина. Чем она примечательна? По легенде, хижина находится на болоте с таким же названием Нымэ. Нымэ, ой, извиняюсь, с таким же названием. Рядом озеро, рядом также находится озеро Лао. Я там ни разу не был, поэтому конкретно ничего сказать не могу. Так вот, по легенде, во время Северной войны жители поместья Майдла страдая от голода, покончили жизнь в этом озере. То ли озере, то ли болоте, в описании этого нету. Вторая легенда такая, что те же самые жители, спасаясь от чумы, там же сводили счеты с жизнью. Что там было на самом деле, конечно, никто не знает. И одни только догадки. Вот здесь как раз интересное такое поле. Торфяные разработки, насколько я понимаю. Но нам придется пройти какое-то расстояние. Но, судя по карте, оно небольшое. Видимо, вот где-то там, в районе этого леса. Пройдя небольшое расстояние, буквально совсем чуть-чуть. Вот сейчас я покажу. Вон там наша парковка. Мы видим вот такой еще один знак. Направление без описания. Вот туда мы и попробуем попасть. Хорошо, что он там находится, потому что я почему-то думал, нужно повернуть и идти вправо. Вот здесь кругом торф, торф, торф. И торфяные разработки по всему полю. Пойдем дальше. А, ну все-таки вот какое-то подобие вытоптанной тропы здесь существует. Здесь, конечно, по торфу идти довольно грязновато. Ну, вполне терпимо. Сколько идти, я не знаю. Честно говоря, я на карте не измерял. Ну, думаю, не так уж много. Хотя, по всей видимости, надо было одевать сапоги. Ну, вот. Торф, 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 торф. Прям хоть возвращайся за сапогами. Вначале вроде сухо было, теперь немножко не так. Ну вот, пройдя буквально пару сот метров до конца поля, видно, вот такая уже вымощенная дорожка. Так что идем мы верным направлением. Как оказалось, здесь не так мокро. Хотя довольно влажно. Так что вполне можно пройти без всяких сапог. Сапог в обычной обуви. Хотя, я поспешил сделать выводы. Вот немножко здесь грязновато. Но вполне терпимо. Немножко я погорячился. Сказал, что можно обойтись без сапог. Как оказалось, дальше все немножко затоплено. Поэтому придется возвращаться. уже не хочется. А придется придется идти босиком. Вот. Оп. Ну вот. Ну вот, попробуем преодолеть оставшуюся часть пути. Надеюсь, что я нигде не провалюсь. Оп. Некоторые доски сплыли и встали в другое место. Поэтому ну, вода немножко, конечно, прохладная, но вполне терпимая. Главное, не грохнуться. Вот так вот. Вот так вот. Ну вот. После одного падения и пару пробуксовок я наконец-то вышел на сухую часть тропы. Пройти пришлось где-то, наверное, метров 400-500. Ну, доски очень скользкие, поэтому я поскользнулся и вон все штаны у меня, если их видно, мокрые. Теперь пойдем дальше. Раз взялись, нужно идти до конца. О, а вот и озеро. Оказывается, оно совсем-то рядом здесь. Я даже не заметил. Вот. Понятно. я так понимаю, озеро Вау. А вот и сама хижина. Оказывается, мы уже и пришли. В общем-то, не так-то далеко, а местами еще даже лед лежит. Вот как. А вот и сама хижина. конечная цель нашего маршрута. О, как-то здесь холодно. Ноги стали мерзнуть. О-хо-хо. Вот. Пришли такие. Вот это и есть та самая хижина има. Здесь вокруг довольно сухо. Но у озера почему-то вода и все гораздо холоднее, чем там, где я шел босиком по тропе. Ну, это, я как понимаю, туалет или что-то другое. Попробуем посмотреть, что там за хижина. Вообще-то она больше даже как похожа с колокольнией какой-то. Вот такие окошки. Зайдем внутрь. Надеюсь, там никого нету. Так. О-па. О, как. здесь довольно-таки уютненько. Ну, я не знаю, говорил ли нет, но все это находится под эгидой РМК. Это эстонская Риги Меца Кескус Майндус, по-моему, так. В общем, управление лесами, лесными хозяйствами Эстонии. Вот. Здесь даже спальные места. Хижина сама невысокая. При моем росте метр восемьдесят я буду цепляться, метр восемьдесят шесть вернее, я буду цепляться за балку. поэтому такой столик в миниатюре, видимо. Даже вот птички живут здесь небольшое количество то ли посуды, то ли это бутылки с водой. Вот. Вместо двери коврик. Теперь попробуем смотреть, что наверху. Идет небольшая лестница. Как я понимаю, здесь будет здесь даже еще наверх еще выше лестницы идет. Вот здесь такое это самое. Вот. Здесь совершенно все пусто. для диких туристов довольно-таки удобное место, если ночевать. Очень даже хорошо и удобно. Вот. Попробуем подняться еще выше. Оказывается, три этажа в избушке. Это, как понимаю, для наблюдения за птицами. Да. Совершенно верно. вот такая она хижина Эмма с двумя М. Мад 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 Субтитры сделал DimaTorzok Первое, что нужно сказать, это забейте координаты Потому что съезжая с главной дороги совершенно нет никаких указателей И второе самое главное Это сапоги Мне пришлось идти босиком Наверное, одну треть пути И в конце немножко ноги замерзли А так, в общем, место интересное Посетить стоит Хорошие условия для ночевки Ну, для дикарей Хотя для палаток там не было места Но вся эта хижина, она, в общем-то, два этажа Где можно спокойно в спальных мешках спать Единственное, что перед хижиной стоял знак, что нельзя разводить огонь Что довольно-таки странно, потому что если будешь там ночевать, то огонь там просто необходим И, в общем-то, выжгли там остатки Грилей, мангала, угли и прочее Почему этот знак стоит, не знаю Сейчас же вроде не торф кругом Это понятно, что это пожароопасная вещь И она очень трудно тушится Но сейчас все вроде настолько влажное, что Что, в общем, бояться, мне кажется, тут нечего А так, в общем-то, для любителей, скажем так, дикого отдыха Стоит посетить это место Ну, по крайней мере, хотя бы посмотреть Как выглядят залежи торфа в природе И как его разрабатывают Вот так вот Всем добра и мира Пока Субтитры подогнал «Симон»